всем доброе утро я еду сейчас в город не надо съездить в один магазин по делам там мне вчера позвонили попросили приехать вот я сейчас еду тайсон привет время у нас 9.30 доходит мне надо успеть до 11.30 домой придти чтобы дети могли в школу уехать да тайсон что улёгся на все завалила на очистить потом приеду и все чистить надо будет видите все завалило здесь тоже вот снег и кат хорошо ходим хоть тропинки чистить ладно едем в город приехала я уже в город и бегу 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 бегом в тот магазин в который мне надо было потом там все узнаю вам расскажу знаете ребята многие писали какие у вас старые дома прям ребят зато у нас люди добрые ну и что что дом старый зато люди у нас добрые да у нас город старый нас зато у нас и воздух чистый у нас красота к нам приезжают с других городов отдыхать сплавляться по скалам полазить поэтому на эти у нас красота вы не смотрите на старые дома зато люди в них добрые живут и хорошие поэтому вот так вот ладно бегу до того магазина где-то говорят здесь новый магазин открылся я не знаю где но вот этот вот наверное только его там с той стороны обойти надо и вот туда мне надо бежать ладно все узнаю потом вам все расскажу доставайтесь со мной вот оказывается этот новый магазин нефига себе большой сейчас зайду и узнаю что там и как стою на остановке жду автобус вот здесь вот у нас вот вот это вот автостанция это магазин перекат тут спортивно туристическая рыбалка не вот стою жду автобус ходила ребята магазин дома все расскажу как хочу и вообще где но сейчас стою жду автобус опоздала буквально пару минут опоздала на автобус совсем чуть-чуть сейчас приходится стоять ждать зашла как раз узнала сколько машина капли внос стоит на за next они 800 рублей грубо говоря на заказы потому что у нее уже закончились сейчас дождусь автобусы домой пойду зайду сразу посылку заберу по пути и домой приду расскажу что и как у меня получилось в этом магазине скажи вайн привет привет я уже домой пришла до посылки до пришли ваня 12 скажи 12 чуть-чуть 3 до 3 надо тел не вчера третью мама распечатала короче у нас две посылки вот этот от василька а этот подписчица я не буду показывать адрес но вот пришла посылочка давали потом будем распаковывать да там дырочку ваня обнаружил война там дырочку до нашел до я сходила в город уже съезде и сейчас расскажу зачем все я здесь машенька там спряталась машину постровывайся маша в школу собирает света дольше собирается у меня уже отек почти спал ребята ваня тихо почти спал отек на бровях но так вот в инстаграме написали что вот плохо сделали ребят мне нравится мне с этим ходить поэтому сейчас расскажу зачем ездила в город у нас я вам показала открылся в городе новом магазине он как бы уже не но он раньше в другом месте был в юбилейном я туда часто ходила покупала детям кроссовки колготки одежду продущицу хозяйку этого магазина очень давно знаю заказывала несколько раз у нее одежду просила и пледа когда она еще никто магазин был но сейчас у нее открылся новый магазин называется тц 3 семерки одежда и обувь и у них там проходила благотворительная акция я так поняла для многодетных семей и некоторые многодетные семьи получили сертификаты в том числе и моя семья получила тоже сертификат тарантина с александрами на покупку одежды я сразу это подруга мне сразу горит вон асти как раз повод есть купить обувь я гранит мне надо купить кати обувь на физкультуру у него порвались подушку полностью отвалилась мне на свете с кати купить чешки машина купить шнурки и колготки дома скоски самите надо 5 так что вот так вот тебе надо чё тебе надо ваня говорит ему тоже что-то надо а чё не знает тебе чё надо шнурки а зачем тебе шнурки вот такой вот он шкодный я сейчас приехала только машинку те бомби купить на хорошо и в выходной день мы со старшим пойдем магазин сходим посмотрим заодно я вам поснимаю что там изменилось но магазин большой я пострела больше места чем в том было двухэтажного обязательно посмотрим поснимаем магазине спасибо огромное не трц три семерки за хлебозаводом сейчас в юбилейном то откроется говорят этот монетка чё те рубах рубашка школьную тина ну вот как раз поедем выходные посмотрим с вами мы в пятницу поедем сдавать анализы давания поедем с тобой пятницу анализы сдавать да так что вот так ладно я переоденусь и будем заниматься домашними делами чай попью и будем заниматься делами так ребята решила пока у меня ванюша там за компьютером сидит мультики смотрят решил я распаковать вот эту посылку это отлили посылку я не знаю мне никто ничего не писал поэтому ребят я не знаю даже что это поэтому сейчас откроем и посмотрим с вами потом я там ванюша спокойно сидит хоть можно будет спокойно распаковать а то многим не нравится что ребенок прыгает и скачет хотя это ребят этот ребенок раскрыла вроде бы ух ты честно неожиданно слушайте первое что я здесь вижу это вот такая корзина для фруктов на новый год на стол поставим сюда фрукты будет очень классно спасибо большое 23 нас это с фикс прайса я наверно так думаю что возьмем сумочка вот такая классная на плечо очень удобно ходить огромное спасибо такая синенькая цвет классный синий мой любимый цвет синий я знаю что мне ее детки заберут поэтому я даже и не прочь им понравится пожалуйста спасибо огромная сумочка еще классно мне цвет нравится такой она пупырками идет встречи классная так тут так ребята много всего честно неожиданно так первое что я здесь вижу это вот такая вот для ванюшеньки шапочка вот с таким мишкой видно нет вам там шапочка классно спасибо огромное ванечка потом обязательно померят и следующая наверное опять для ванечки шапочка такая вот тут вот такой вот рисуночек есть небольшой тоже очень красивая яркая такая размеры по моему написано тут убраны размеры следующие две одинаковые шапки да одинаковые но мне кажется размеры разные вот такие вот две шапочки это я так поняла девочка так размер 54 56 а здесь сейчас посмотрим а тут не написан размер а вот здесь вот 7 12 54 56 7 12 лет но это катя с маша скорее всего дальше ребята давайте вот эту достану 38 размеру губики классные вот такие вот сапожки 38 света у нас 38 раз слушайте к эту цепочку классно это зимние если я не ошибаюсь да это зимние потому что внутри они на меху огромное спасибо светик придется школу померить если свете будут маловаты то дырдакате но 38 размер у нас света поэтому вот такие вот сапожки огромное вам спасибо дай бог здоровья просто вообще неожиданно так дальше здесь у меня попались три такие конфетки ананасовая долина и ореховая роща и ромашка 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 кстати раньше вкусные помню конфеты были с бабушка постоянно раньше очень вкусные были а вот сюда конфетки так ребят тут я вижу коробочки коробочки такие на эти одна открылась коробочку но я постараюсь вам сейчас рисунок сам показать вот такой вот коробка коробками металлической экспрессе я вот такие коробки беру туда слаживаю всякие ниточки иголочки а тут ребята на полная полная конфет тут идут ромашки ой тут внизу еще и шоколадки шоколадка аленка молочный с этими так он самым темсами надо и аленка с орешком слушайте спасибо огромное аленка вообще вкусный а тут еще даже шоколадки тут еще две такие же шоколадки огромное спасибо и тут целая куча 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 конфетку ванечка сиди смотри мультики сидим тут еще одна банка вот с таким уже рисуночка спасибо огромное за банки банки очень классный тут конфетки ребят слушайте вообще много причем тут кстати вафли глазированные с орешком яшкина я когда-то такие брала деткам очень они понравились спасибо огромное очень вкусный как раз вафли два вафли и три вафли 3 пачки вафель и тут также конфетку огромное спасибо я сейчас все вот так вот сюда подвинул чтоб тут лежала ну на этом ребята еще не закончилась посылочка тут а курточка на рост то 4 одежда аксессуара детские для девочек страна происхождения майами вот такая вот но мне кажется это для мальчиков хотя тут детские для девочек написано вот такая вот курточка на размер 104 такая классная вообще классная внутри она такая нежная приятно я потом померю марине и ванне и посмотрим кому подойдет но рассветка мне кажется и мальчику и девочке подойдет напишите в комментариях огромное спасибо просто еще классно так тут еще две вещи ребята еще одна курточка битровочка такая на эти тоненькая так как и написано я пытаюсь 116 сантиметров но у нас 104 марина 116 это оксана мне кажется это на оксана подойдет вот такая ветровочка сзади с такую этой на оксе будет вообще хорошо смотреться классная такая курточка она тоненькая это ветровочка ребята это ветровочка на весну на весну на осень такое ветерок прохладно огромное спасибо просто вообще и тут ребята еще одна есть курточка курточка это сразу видно что на девочку 122 это мне кажется уже сто процентов на сам приношу извинения просто постучались так дальше ребята тут вот такая вот в целом курточка мазя она зимняя видимо и она внутри еще застегивается на застежках оксана у меня придет со школы я обязательно не померю потому что по ростовке 122 мне кажется должна быть на оксану опять рукава короткий тут рукава с этими для пальчиков с дырочкой но оксанка придет мы обязательно померим спасибо большое за такую посылку просто честно я в шоке если я так понимаю и то я догадываюсь от кого это посылка потому что напишите пожалуйста в личку кто это правил то что я не могу так не отблагодарив человека огромное огромное спасибо дай бог вам крепкого здоровья девочки придут я обязательно им все померю и много вкусняшек положили детки этому будет очень рада но я конечно очень рада железным баночкам это у меня прям мания спасибо большое это просто вообще классные и такие красивые с цветочками огромное огромное вам спасибо дай бог здоровья вот такая вот ребята была посылка очень неожиданная честно я в шоке полного спасибо большое сегодня все детки примерят все померят я в это видео фотографии обязательно вставлю спасибо большое дай бог вам крепкого здоровья всем добрый вечер сейчас вечером собиралась в садик мне позвонили позвонили с кдн и говорят вы дома я грудь дома мы горит сейчас к вам приедем я груну давайте пока я дома говорю я в садик по идее собиралась но вы горит и ждите нас пришло в кдн письмо одна и та же женщина везде пишет на меня жалобу и что я живу на детские пособия вы нас не сравнивайте пожалуйста с москвой в москве там много получать а у нас детское пособие это 5000 рублей вы проживете на 5000 рублей я на вас посмотрю в целом мама не работает ребят найдите мне работу я устроюсь на работу я не отказываюсь от работы пожалуйста но в нашем городе нету работы у нас никаких заводов нету у нас ничего нет в нашем городе куда бы я не обращалась работу просто мне все говорят а мы вам перезвоним а мы вам перезвоним и тишина и мне никто не перезванивает дальше она написала что у моих детей нрс вы где его увидели у вас есть подтверждающий документ что у моих детей нрс у моих детей нет у него одного ребенка нрс так что не надо тут оплести лапшу на уши дорогие друзья вот я не понимаю чем я вам дорогу перешла вы чё думаете что я тут миллионы зарабатываю на ютубе нет если для вас 15 тысяч рублей это много но для меня это мало много не знаю но для меня это много я канал не закрою свой потому что 15 тысяч на дороге не валяются и да я зарабатываю 15 тысяч месяц ребят представляете и на детей могу их потратить дальше что там был вопрос то что ваня у меня спит якобы со светой у меня ваня не спит со светой объясняю еще раз девочек отдельная комната девочка мальчики никак не относится ваня спит со мной ни с кем другим он со мной спит егора своя комната а у девочек своя комната девочек с мальчиком вообще-то соединять нельзя в комнате если вы не в курсе днем до днем он спит на свете на койке и что теперь это законам вообще-то не запрещено так что вот как то вот так вот я вот к этой женщине хочу обратиться которые кляусы на меня катает я вам что плохого то сделала я ничего понять не могу ну придите ко мне в гости мы с вами поговорим придите посмотрите как мы живем раз вы так пишите что у так плохо ну ничего завтра я уже иду я иду в полицию писать в кдн везде буду писать жалобы чтобы ответку что оклеветали человека потому что это уже надоело все кто там света пришла так что вот такие вот дорогие друзья у нас новости свете приготовь конфетки дай все я надеюсь на ваше понимание и вы отстанете уже от моей семьи нет значит будем решать по другому проблему будем через суд все это делать что ты ишь конфетки вот здесь вафельку надо открывать тогда упаковку новую дети сегодня конфетки просто ели и сейчас они достают каждому опять по такой конфетки плюс квадратная была еще сегодня вот такие вот нам вы видели пришли конфетки плюс муж получил кульки 7 кульков так что вот такие вот друзья у нас новости надеюсь на понимание давайте это же я вот эта женщина говорю которая пишет постоянно жалобы на меня напишите мне в личку и мы с вами переговорим приедете ко мне сюда и найдите мне работу раз я живу на женском на детские пособия мы получаем детские пособия 200 рублей на детей на семерых я получаю на илью я уже вообще ничего не получает так что вы илью сюда даже не включайте а то пишут на восьмерых детей на детские пособия живут илья свои детские свою пенсию он сам уже получает он сюда не включаете наоборот я его стараюсь помогать мы живем на детские пособия да так 200 рублей на семерых мне надо заплатить за садик за фонд класса у 1 800 у другого 500 3 300 4 там 500 опять 800 и вот так вот фонды класса а я только по 200 рублей на ребенка получаю дальше потом 300 рублей субсидия по три тысячи в месяц получается субсидия поча так я за квартиру плачу почти 4000 в месяц мне еще приходится и свои даже добавлять чтобы заплатить за квартиру это следующее дорожные 399 рублей на пятерых учеников я получаю так у меня егор ездит за деньги на школу потому что ему талоны дают только на обратную дорогу раньше ему давали иногда еще с утра талончики но сейчас ему не дают и поэтому будет ездить что нынче у него талоны заканчиваются он будет ездить за деньги так вы не считаете пожалуйста то что он я живу на детские пособия больше и мы не а ну да 5000 получаем да ребят за садик заплатить надо обувь одежду купить надо детям лекарства те же самые надо купить продукты купить тоже надо это я живу на детские пособия ребят успокойтесь пожалуйста да не живу я ни на какие детские пособия дай бог слава спасибо большое всем кто смотрит мой канал я могу зарабатывать по 15 тысяч в месяц зарплата поэтому вот так вот спасибо всем за понимание еще раз и надеюсь что вы угомонитесь а эту женщину прошу напишите мне в личку и мы с вами поговорим ну потому что это уже надоело все всем пока пока